Затклый запах сырости, гнилые полы и окна, потрескавшиеся стены, просевшие фундаменты, неисправная сантехника. Первые и видимые признаки того, что дом номер 5 по переулку связи в Ладейном поле непригоден для проживания. Зимой тут холодно так, что вода в батареях и канализации просто замерзает. Нас поставили на очередь на получение жилья в 2007 году. До этого мы проживали то на частных квартирах, то в этом домике разрушенном. И поставили на очередь 358-ми в общую очередь, хотя нам жить было негде. Два года мы мучились по частным квартирам, потом подали в суд на администрацию района предоставлению нам хотя бы социального жилья. По суду нам присудили квартиру. Вначале нам дали в бараке на улице Сервова, 12. Потом нас вызывают в мэрии и дают нам квартиру по переулке связи, дом 5. Сразу замерзла вода, канализация. В квартире 10-12 градусов тепла. Полы не утеплены. Со всех сторон ветер сквозит. Невозможно было проживать. Мы стали обращаться сразу и в администрацию района, и в домоуправление, и в тепловые сети. Но везде один ответ. Дом пригоден для проживания. Квартплата очень большая для такого жилья. Мы платим около 6 тысяч. Это плюс отопление, плюс коммунальные услуги. Отопление хоть топится, но не греет, потому что кругом щели, кругом дыры, все на улицу. И мы вынуждены ставить колориферы, обогреватели зимой. Еще за свет полторы тысячи. И плюс ко всему еще привозной газ. Почему-то на улице Урицкого подключен газ рядом, а у нас не подключили. Но я против такой практики, чтобы гнилые дома 17-20-х годов обшивали сайтигом и заселяли туда людей. Потому что это нарушение конституционных прав человека. Из-за сложившейся ситуации жильцы и горе дома были вынуждены обратиться не только в суд, но и просить помощи у политиков разного уровня. В день съемки сюжета «Владейное поле» приехали представители партии «Справедливая Россия». Только что мы были в Подпорожье и в «Владейном поле» видели много домов, которые либо не признаны аварийными, либо ожидают своей очереди, либо признавались аварийными, но проведен некачественный ремонт. И эта проблема, конечно, она очень глобальна и требует контроля и взаимодействия всех уровней власти. И хотелось бы, конечно, чтобы и на муниципальном, и на областном, и на федеральном уровне этому уделялось гораздо большее внимание. Потому что на сегодняшний день, конечно, в таких условиях люди не должны проживать. Мы планируем все-таки добиваться того, чтобы дом был признан непригодным для проживания. И мы считаем, что он должен быть расселен. Граждане должны получить жилье, отвечающее всем санитарным требованиям. Сейчас проживающим в полуразрушенном доме ладейнопольцам остается надеяться только на справедливое решение суда. Дело это сложное и может затянуться надолго, говорит адвокат, представляющий сторону жильцов двух квартир скандального дома. Ну, основанием послужило это то некачественное состояние жилого помещения, которое привело этих граждан в суд. Это именно не одна страшная, скажем так, зима, которую они перезимовали. Холод, замерзшие трубы, канализация, водопровод. Все попытки решить иным способом эту проблему ни к чему не привели. На судебном заседании, которое прошло 27 июля в ладейнопольском городском суде, было озвучено заключение независимой судебной экспертизы. Износ дома номер 5 по переулку связи в общем составляет от 99 до 141%. Местные власти эти показатели пока не признают. Напомним, что в ноябре 2006 года в доме начался капитальный ремонт. Он был завершен уже в январе 2007 года. Позже, в 2008, дом обшили сайдингом. В то время администрация города была инициатором этого капитального ремонта. Тогда же городские власти сами подписывали акты принятия дома после завершения работ. Теперь даже в суде специалисты аппарата не могут сказать точно, какой капитальный ремонт все же проводился, полный или частичный. Специалисты администрации ссылаются на то, что в то время все заказы распределяла компания «Жилищное хозяйство», которой на данный момент не существует. Сколько средств было выделено на ремонт, тоже никто точно сказать не может. Эти данные были запрошены у городской администрации через суд. Следующая встреча тех, кто сейчас выживает в руинах и тех, кто почему-то не хочет в это верить, придет в горсуде 2 августа. Следите за новостями на телеканале Сверинфо. Продолжение следует...